Мир вам, братья и сестры! Сегодня у нас очень важный праздник. Мне хочется говорить о Духе Святом, о действии Духа Святого в сердце возрожденного человека. Что он производит, что происходит. И если мы внимательны были, то как раз вот на этом тексте Деяния апостола 2 главы закончил ваш пастырь сегодня, когда люди говорили друг другу, что это значит. Ну что-то произошло. Не так, как всегда. Что-то поменялось. Я хотел в основании прочитать из Деяния святых апостолов. Я буду читать выборочно. Сначала мы прочитаем текст 1 глава Деяния святых апостолов 6 стиха. «Посему они, сойдя, спрашивали его Господа, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вторая глава Деяния апостолов. Я прочитаю первый стих. И потом ниже еще назову. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И потом с 11 стиха. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем. «И будет последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут свидетелить, и старцы ваши будут сновидениями вразумляемы, будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего и будут пророчествовать». Аминь. Писание говорит нам, Иисус об этом свидетельствовал, когда Он возносился с этой земли, что когда человек рождается свыше, и Он сказал, они должны подождать немного, когда произойдет это событие, и Он говорит, но когда это произойдет, тогда Дух Святой будет призывать вас к благовестию. Поменяется что-то в вашей жизни, у вас будет побуждение говорить людям об Иисусе. Он сказал, что это станет делом жизни возрожденного человека. У него будет томление, у возрожденного человека желание непредалимое. Он будет искать эти возможности. Он не будет упускать эти возможности. Он будет об этом молиться, он будет об этом думать. Это станет страстью его жизни, возрожденного человека. И мы читаем в Слове Божием, что до этого, когда Иисус явился ученикам своим однажды в горнице, когда они еще не пережили вот это событие, когда Дух Святой крестил их в тело Христова, поместил их в тело Христова. Это день рождения церкви, мы говорим. До этого у них был страх. У них была робость. Они закрылись в горнице. Окна и двери были закрыты от страха и опасения от иудеев. И теперь мы видим, что-то произошло удивительное. И поэтому все люди удивлялись. И удивление было не только от того, что они заговорили на понятных для тех народов, которые собрались в языках. Они удивились вот этой смелостью. Вот этого дерзновения. И знаете, ну казалось бы, Петр встал бы один, но как бы это выглядело, если бы я сейчас проповедовал, и все проповедники стояли бы по левую, по правую сторону. Но они были настолько исполнены вот этим желанием свидетельствовать об Иисусе, и они стояли рядом, и как бы говорили, мы такие же, как Он. Мы также верим, что Иисус Господь. У них нету страха. И теперь они действительно готовы умереть за имя Иисуса. И когда Петр проповедовал, пред глазами людей был начертан Иисус, как будто вновь распитый. И это было настолько сильно, настолько очевидно, что люди умилялись сердцем и говорили, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? И был сделан простой призыв. И многие люди уверовали и покаялись. Дух Святой призывает благовестие. А если этого нету? Мы же должны проверять свое сердце. Я хотел спросить, может, у кого-то кризис Духа? Может быть, мы уже забыли те моменты, когда мы вообще кому-то свидетельствовали об Иисусе Христе. Как-то совсем недавно по местной церкви, где я нахожусь в Центральном Казахстане, такое было у меня побуждение. Я предложил один гимн общим пением. Потом я говорю, я сейчас после этого гимна выйду вперед с микрофоном и я попрошу выйти всех тех, которые в течение этой недели, ни месяца, ни года, ни за всю свою христианскую жизнь, а в течение этой недели засвидетельствовали кому-то об Иисусе. И вы не рассказываете эти истории, вы просто назовите имя этого человека, чтобы церковь могла помолиться. А сам переживая, думаю, сколько выйдут? Вышло где-то 50 человек. Для меня это было большим ободрением, хотя многие сидели, у некоторых было смущение. Но бывают разные обстоятельства. Заболел человек там, на работе там, дома какие-то обстоятельства, не соприкасался с людьми этого мира. Но если это длится год, если человек, говорит, нету побуждения, значит, что-то неправильно, потому что Библия говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Иерусалиме, Иудеи, Самарии, и даже до края земли. Как-то Эдуайд Муди сказал такое выражение. Если человек, который называет себя христианин в течение одного года, никому не засвидетельствовал об Иисусе Христе, могут быть только две причины. Одна, он не возрожден. Он не возрожден. И вторая, грех закрыл ему ста. Одно из двух. Потому что это действие Духа Святого, сердца возрожденного человека, он побуждает свидетельствовать об Иисусе Христе. Второе, на что мне хотелось обратить внимание, Дух Святой дарует силу для этого. Он не только дает побуждение, Он дает сверхъестественную силу. И в принципе, кто из нас может донести Евангелие до людей, это может сделать только Дух Святой. Когда мы Ему даем простор в своем сердце и в своей жизни, Библия говорит, что Он, Дух Святой, будет свидетельствовать об Иисусе. И когда Он не угошается в нашем сердце, тогда это происходит, и люди видят эту сверхъестественную силу. И кто-то сказал, что говорить доступно о Боге могут только люди, которые говорят самим Богом. Когда есть эта живая связь, когда это не просто теория какая-то богословская в нашей голове, а когда мы на самом деле переживаем вот эту реальную жизнь, новую жизнь. Мы рожденные свыше люди, мы спасены от вечной погибели, мы знаем лично Бога. Библия говорит нам, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут иметь вид благочестия, а вот силы его не будут иметь. Силы же его отрекшись, может это следствие какого-то греха, оскорбления, угошения Духа Святого в сердце, и тогда нету побуждения. Если человек даже пытается что-то говорить, у него нету силы этой. Я помню у нас один брату веровал, и может у него еще не было глубоких познаний о Боге и так далее, но однажды он свидетельствовал одному человеку огонь, горит в сердце. И вот он одному человеку рассказывает об Иисусе, и тот его слушал, слушал, но извините, скажу дословно, как он сказал. Он говорит, знаешь, я до конца не понимаю, что ты говоришь, но чувствую, что ты не врешь. Чувствую это, говорят, что это правда, и надо об этом подумать, задуматься, разобраться, и это делает Дух Святой. Он делает это в очень доступной форме. Важен всегда конечный результат, и мир не нуждается сегодня в различных методах, разнообразных системах, в которых нету Духа Святого. Я помню, как-то прочитал одно выражение, которое глубоко запало в мое сердце. Религиозные торжества, лишенные силы животворящего Духа, кощунства. Они бесславят Бога и плодят безбожников. И может быть, самая лучшая программа евангелиционная, и может быть, кажутся, правильные слова, но если мы не исполнены Духа Святого, если мы не под контролем Духа Святого, если не Дух Святой ведет нас, или если мы не даем Ему право повелевать нам, тогда нету силы в этих словах, и они не доходят до сердца людей. Дух Святой дарует силу. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание, и что чрезвычайно важно, и мы находим это. Это случилось, и мы прочитали в этом тексте Деяния апостола, вторая глава, когда проповедовал Петр. Было бы хорошо, если бы мы эти отрывки в эти дни глубоко изучили, исследовали. Вы знаете, народ был облечен во грехе, и это делает Дух Святой. Он открывает мерзость греха. Поэтому так важно, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни, и когда мы свидетельствуем людям, неважно, соседу, соработнику, сокурснику, в автобусе, в машине, по дороге, на служение, неважно, если у нас кризис Духа, не будет рождения свыше людей. Писание говорит нам, что Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. Если мы будем пытаться это делать без Духа Святого, мы просто поскандалим с людьми, и все, мы скажем, что Он плохое на нас обидится, лучшего не произойдет, и только Дух Святой может погрузить сознание всего человека в чувство вины, и тогда человек почувствует себя потерянным, грешным, и тогда Дух Святой ставит пред человеком распитого Господа и предлагает выход из ситуации. Я помню, в нашем служении была одна женщина по местной церкви, и я тогда был совсем молоденький, и помню, наш служитель рассказал нам, что вот она к нему подошла и говорит, я вот слушаю вас, она еще была невозрожденная, все мне так нравится, и на небо хочу попасть, но я вот слушаю вас, и вы говорите, что нельзя попасть на небо без покаяния, а мне, говорит, каяться-то не в чем, я уж думаю, но если другого выхода нет, может сделать какой-то грех и потом покаяться, вы знаете, как сатана может обмануть человека, и когда наш служитель нам это рассказал, мы просто объединились, и многие люди стали молиться, чтобы Бог показал ей ее сердце, и однажды было одно служение, и мы не делали там никаких призывов, вдруг во время служения она не вышла, она выбежала вперед, она не на колени встала, она просто легла, вот так назничь, и она кричала к Богу, умоляла Бога, чтобы он ее простил и помиловал, когда она встала, можно было не задавать вопросов, было видно по ее лицу, по глазам, она получила прощение, и потом наш служитель спросил ее, скажи, Нина ее звали, Нина, так что, были грехи? она говорит, Андрей, от подошвы ног до темени головы вся грешная, Бог показал, Бог открыл, это делает Дух Святой в сердце возрожденного человека, и знаете, Библия говорит о том, что люди должны обличаться в наших собраниях, если все нормально и все правильно, если мы в правильном отношении к Духу Святому, то они, посещая наши служения, они обличаемы Духом Святым, они живут в грехе, я помню, один брат мне рассказывал, у него такое было духовное охлаждение, он начал редко ходить на собрания, потихоньку так остывал и уходил, и однажды говорит, еду в автобусе и говорит, какое-то обличение пришло, и так плохо мне, понимай, Бог меня обличает, и смотрю, впереди сидит одна наша старица, говорит, я заметил, я даже в лицо ее не видел, но ее присутствие в автобусе меня обличило, говорит, и в результате я пришел, вернулся и покаялся, она просто была носителем Бога, здесь был Бог, я это понял, этот Бог через эту бабушку, старицу меня обличал грешника, что еще делает Дух Святой? Дух Святой, Он делает наше свидетельство христоцентричным, о чем так усердно, усиленно проповедовал Петр в день Пятидесятницы и апостолы, они не хвалились своими достижениями, они говорили о Христе распятом. Я помню, один служитель такое выражение тоже положил мне на сердце, я его помню всю жизнь, где бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили, не забудьте сказать о Христе распятом, потому что только в нем сила ко спасению. Это делает Дух Святой, Он побуждает именно об этом говорить. Что еще делает Дух Святой? Дух Святой освещает жизнь человека, делает его как бы пятым Евангелием. И это очень важно. Поэтому столько есть предупреждений в Писании, чтобы мы его не скорбили, не угасили и так далее. я помню один рассказывал служитель такую историю, он проповедовал Слово Божие. Может не он со стороны рассказали, но это суть я хотел передать. И знаете, вот бывает такое, ты говоришь и понимаешь, что-то не хватает. Не хватает вот этого огня. Или когда ты готовишься к служению, да, я помню, я как-то пришел домой, уже поздно это было, и я должен был на другой день быть на какой-то конференции, смотрю, моя жена уставшая, дома работает, она в положении, там маленькие детки, да, я так почувствовал себя таким виноватым, и в то же время у меня почти нету времени, завтра мне перед большой аудиторией говорит тему, я ей так виноват, я говорю, Оля, ты прости, я говорю, да, но мне надо еще вот сейчас готовиться, как ты, она говорит, давай я сама, давай, ну, я пошел, закрылся в комнате, молюсь, читаю, ничего не получается, Бог как будто мне не отвечает, и знаете, я прошло полчаса или сколько тогда, и тогда я говорю, Господи, что я должен делать, так мне поступить, и знаете, что он мне сказал, иди, помоги жене, я вернулся, сказал, Оля, прости, пожалуйста, смотри, у нее так слезки побежали вот так, я говорю, садись на диван, я взял пылесос, тряпку, убирать, вытирать все, делать, да, и когда уже почти концу, она говорит, ну, все, все, хватит, хватит, я говорю, нет, теперь до конца, и когда я все сделал, и вернулся в свою комнату, и закрыл за собой дверь, и помолился Богу, он был так близко, я хочу сказать вам, пусть это будет для славы Господа, я не успевал записывать те мысли, которые мне Господь посылал, и вы знаете, это чрезвычайно важно, вот проповедник, я не забыл эту историю, о котором я начал говорить, вот он проповедует, а что-то вот, ну не то, как будто вот силы нету, и вдруг он так по залу смотрел, и увидел одну женщину, с которой у него были натянуты отношения, и он в свое время не привел в порядок эти отношения, и он стоял перед выбором, что теперь делать, или продолжать вот так, бессильно что-то говорить, или остановить все это, и он проявил послушание, он остановился, и он сказал, я не могу дальше говорить, и сказал, сестра, ради Иисуса Христа, прости, я был неправ в той ситуации, прости меня, пожалуйста, эта женщина заплакала, они помолились, и знаете, он стал дальше проповедовать, и потом присутствующие говорили, они пережили какое-то особое действие Духа Божия, Бог стал говорить, и Библия говорит, Господь говорит, что мы должны быть сосудами чистыми, вот тогда мы пригодны Ему, Владыке, на всякое доброе дело, можно говорить правильно, но без силы, Дух Святой освещает жизнь человека, это так важно, однажды мы были в одном российском городе, небольшое общение там было, в свое время там был такой у нас брат, Василий Ефимович Лагвиненко, ну, те, кто постарше, может еще помнят его, очень хороший брат, и он говорит, я даю вам добро совершать вечерю, если где-то что-то скажете, Лагвиненко нам поручил, ну, бывали моменты казусные, вроде бы, кто вам доверил это, ну, и мы там провалили служение, и вот к вечере уже все подошло, я помню, как сейчас я уже взял хлеб, и хотел уже помолиться, и вот как-то особо Бог положил на сердце обратить внимание на достойное и недостойное участие в вечере Господне, и уже хотел вот начать вот, и вдруг один встает брат, там у них кто, ну, не хор, хоровая группа такая была, скажем, да, он встает, брат, подожди, говорит, я должен что-то сделать, повернулся там, потом я узнал, это была его жена, и он ей говорит, Валя, прости меня ради Господа, она стала, эта женщина плачет, и говорит, я сама виновата, я спровоцировала тебя, прости ты меня, оказывается, утром, когда они собирались на служение, она что-то там долго собиралась, иногда так бывает, да, и вот он говорит, мы опоздаем, не опоздаем, опоздаем, не опоздаем, давай быстрее, стыдно, ну, как же так, мы должны вовремя быть, и потом он в сердце говорит, ну, догоняй, он вышел и говорит, я думал, я не сильно сделал, но я хлопнул дверью, я себя по дороге оправдывал, там, наверное, форточка открыта, сквозняк, но на самом деле, я в сердце хлопнул дверью, говорит, я хлопнул дверью, это он потом рассказывал, говорит, и дух его обличает, дух хочет поменять сердце человека, он все собрание пел, но силы-то не было, благословения не было, вы знаете, когда он это сделал, жена это сделала, вдруг смотри, третий встает, четвертый встает, пятый встает, половина собрания, встают, плачут, просят прощения, налаживают отношения, друг с другом, я участвовал на многих вечерях, но это была особая вечеря, мы почувствовали особое благословение, мы вспоминали, ломимо тело Господа, за нас грешных людей, и это сделал Дух Святой, Он освечает жизнь человека, и поэтому это так важно, быть послушным Духу Святому, мы можем перетянуть этот момент, и Библия говорит, что мы должны реагировать, когда Он близко, мы не должны думать, сейчас неудобно ситуация, что подумают люди, вот когда Он близко, мы должны реагировать, что еще делает Дух Святой, Дух Святой побуждает молиться, вы знаете, есть люди, они никогда не молятся вслух, есть люди, я никогда не слышал их молитвы, я хочу спросить вас, вот каждый, подумайте, когда последний раз вы молились перед Господом и плакали за погибающий мир, чтобы так действительно было сострадание и боль за людей, которые идут в ад, может быть, это даже близкие наши, вы знаете, люди привыкают даже к этой мысли, это их близкие, дети, внуки, они идут в ад, они погибнут, потому что ад реален, но они не помнят, когда они молились, вот так действительно сердечно, вот как Иисус, помните, Он смотрел на Иерусалим и плакал о нем, вы помните, видя толпу народа, Он жалился и говорил ученикам, чтобы они молились, это так важно, я как-то в одном служении, подходит ко мне одна женщина, и она такая взволнованная вся, я вижу, она торопится, тут столько людей, те хотят поговорить, и те вроде бы, да, она говорит, давайте быстрее, брат, брат, надо молиться, брат, ну такая нужда у нее, думаю, что случилось, и она все на часы смотрит, давайте помолимся, я говорю, о ком, внучка моя, вот в России, будет сейчас в теннис играть, там, соревнования, давайте помолимся, чтобы она первое место получила, я говорю, она христианка, не, не христианка, ну давайте помолимся, теннис сейчас, вот соревнования начинаются, знаете, мне стало страшно, это кризис духа, это неправильное отношение с Богом, мы молимся, мы молимся, чем угодно, Иисус учит нас, и это делает Дух Святой, Я мог бы много привести таких примеров, удивительных, когда мы были послушны или непослушны, но я хотел спросить, если кто-то не имеет таких побуждений, и вы давно не молились, друзья мои, от имени Иисуса побуждаю вас, покайтесь в этом, что-то неправильно, если в нашем сердце нет побуждения молиться за людей, которые погибают, и когда мы молимся, Бог показывает нам этих людей, Бог позволяет нам встречаться с этими людьми, и Он дает нам силу, Он дает нам слово, Он дает нам мудрость, это производит Дух Святой, а если этого нет, мы просто высохли, мы колодцы без воды, и это очень страшно, Дух Святой побуждает молиться, я хотел сказать, что Дух Святой дает нам единственную правильную мотивацию для благовестия, это любовь, любовь, конечно, если нет любви, то и нет побуждения молиться, и все остальное, и это так важно, это так важно, я хотел, может быть, одну иллюстрацию, чтобы запомнить эту истину, что Дух Святой дает неподдельную, вот это чувство искренней любви, это тоже было где-то в Сибири, в России, на одну из рек, там мост был через речку, и какой-то автомобиль, там врезался поручни, там которые были, и сразу не отремонтировали, но по параллельно шла пешеходная дорожка, и вот знаете, однажды на глазах у многих людей, которые шли сбоку по пешеходной дорожке, тротуару, один маленький мальчик упал, очень высоко был этот мост, в холодную воду, он игрался там, и вот такая неосторожность, и тут люди забегали, крик, паника, ну представляете, мужчины стали мерить глазами куда быстрее, в эту сторону моста или в эту, побежали туда и туда, паника, но вдруг, люди видели, что один подросток, который был чуть больше, прыгает с этих перил вниз, и знаете, ну тогда уже мужчины стали прыгать тоже, потому что долго, да, и все видели, этот упал, но этот сам прыгнул, почему? Слава Богу, их обоих спасли, откачали, привели в чувства, и люди все ждали, у всех был один вопрос, почему он прыгнул? И когда они его спросили, он сказал, мне показалось, что это мой брат, это даже не был его брат, он даже плавать не мог, но ему показалось, это его брат, и поэтому он прыгнул, я думаю, что когда у нас кризис духа, тогда нету любви, Бог есть любовь, источник любви Бог, и потеря вот этой связи, жизнь непослушания, или половинчатая такая жизнь, или может быть, жизнь без силы, когда грех закрыл уста, и тогда нету этих чувствований. Если все это так, какое наше отношение к Духу Святому? Какова реальность нашей жизни, братья и сестры? Я хотел бы, чтобы мы с вами искренне сейчас проверили свое сердце, чтобы нам не обмануться, чтобы нам просто не уйти, ну да, был праздник, хорошо, чтобы мы позволили Духу Божию все отрегулировать в нас, в нашем сердце, в нашей жизни. Если все это так, почему бывает пренебрежение по отношению к Духу Святому? Почему он бывает оскорбляем? Это очень важно. Библия говорит, Духа не угошайте. Библия говорит, исполняйтесь Духом. Что это значит? Я хотел это тезисно сказать. Это значит быть покорным Ему и быть послушным Ему. Это значит быть Вадимым Духом Божиим. Я заканчиваю. Я хотел обратить внимание еще на следующее. Может быть, тот обличается сейчас Духом Святым. И вы думаете, как же выйти с этой ситуации? Может быть, вам самим не нравится ваша духовная жизнь? И вы устали от такого христианства? Вы думаете, в моей жизни этого нет. Вы даже не можете вспомнить, когда вы действительно плакали за погибающий мир. И действительно, вот была такая живая связь. Вы не помните уже, может быть, этих чувствований искренней, неподдельной любви. Помните, Иисус говорит, молите за бежащих вас, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас. А мы сидим и думаем, а я обижаюсь, я не прощаю, у меня обида, злость и так далее. Вот это моя реальность. И поэтому нету радости, поэтому нету силы. Что делать? Вы знаете, Господь хочет нам помочь. Я думаю, мы должны сегодня помолиться о том, чтобы нам обновить наши отношения. обновить отношения. Я как-то летел самолетом из Москвы в Киев. А нет, это было, да, Караганда, я там живу, Москва и потом Киев. В Москву прилетели, ну и там, значит, нужно было заполнять какую-то там бумажку там на контроле паспортном. И я так пишу, и один мужчина мне говорит, можно потом ваша ручка по полюсу? Я говорю, да, конечно. И потом другой говорит, можно я тоже? Я говорю, да, конечно. Третий, можно я тоже? Все без ручек оказали. Я говорю, без проблем. И который первый взял, говорит, я найду вам, я вам верну ручку, да, не переживайте. Ну и они говорят, да, очередь длинная. Ну я так встал на паспортный контроль и смотрю тут сбоку, раз, еще открыли, еще открыли, еще кабинку открыли и оказался первым там. Ну все, паспортный контроль, я забыл про свою эту ручку. А там такая ручка была, обыкновенная пластиковая ручка и еще даже вот, это она была сломана. Вот такая ручка простая. Ну я там в Домодедово, я жду одного брата, меня должен был встретить Юрий Аркадьевич Апатов. И он что-то не задержался там, нету его. И вдруг ко мне подбегает мужчина, которому я первому дал ручку и говорит, ой, я так рад, что я вас нашел. Говорит, возьмите, пожалуйста, вашу ручку. И я говорю, ну что вы так переживаете, она доброго, она доброго слова не стоит. Ну я имел в виду, что это само, а он мне говорит, как доброго слова не стоит. И поворачивает с надписью ко мне вот так. Она была с одной конференции, а там написано, Евангелие к городам Казахстана. Я говорю, ой, я не это имел в виду. Ну, это самое. Он говорит, возьмите, пожалуйста. Я говорю, она вам понравилась? Он говорит, очень. Я говорю, я дарю вам ее. Он говорит, я не могу принять такой подарок. Пластиковая ручка. Сломанная. Я говорю, от души дарю. Он говорит, спасибо. И вот он ушел, и тут началось обличение. Я молился всю дорогу с Караганды, чтобы Бог помог мне кому-нибудь засвидетельствовать. Рядом возле меня спали люди. Ну, будить неудобно их было, да. Ну, никому не засвидетельствовал. А теперь Бог мне поставил человека, а я просто там извиняюсь, там казус такой, да. И я начал его искать. Думаю, надо его найти. И я его ищу, ищу, не могу найти. И я молюсь, говорю, Господи, задержи где-нибудь этого опатого, чтобы он позже приехал еще, да, чтобы я успел, который должен меня встречать. Не могу найти, и все. Я нашел один уголок, и я искренне попросил прощения. Говорю, Господи, я не сориентировался. Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста. Исправь эту ситуацию. Я не знаю, как ты это сделаешь. Помилуй меня. Я хочу быть внимательным. Лечу уже Москва-Киев, тут я уже бодрствую, слева, справа, сюда. И потом, знаете, лечу уже через несколько дней, лечу назад домой, и я в Домодедово в аэропорту уже опять. И время уже где-то к 12 ночи, там у нас ночью летит самолет. И так это был февраль месяц, как сейчас помню, там поземка такая, мы все смотрим в окно, снег пошел. Думаю, если сейчас забуранит, то рейс точно отложит. И я так полголоса говорю, ой, я говорю, мы с вами можем остаться. Люди стоят много. И вдруг один мужчина возле меня стоит, я даже не заметил, поворачивался ко мне и говорит, это вы? И я смотрю, вот тот мужчина, которому я ручку подарил. И знаете, как я это воспринял? Бог простил меня и сказал, я прощаю тебя, я тебе его снова поставлю рядом. В миллионном городе, через неделю, он мне его ставит рядом. И говорит, можешь говорить. Я говорю, да, это я. Он говорит, вы же мне ручку подарили. Я говорю, да, но я забыл вам что-то сказать. Он говорит, что? Я говорю, пойдемте. И вы знаете, что я ему рассказал. У меня был такой мир. Господь исправил это. Братья и сестры, Бог сегодня на этом празднике хочет нам помочь. Он хочет восстановить наши отношения, Он хочет обновить наше сердце. Он хочет, чтобы мы были людьми Божьими, чтобы Дух Божий проявлялся в нашей жизни. Он готов нам простить наши падения, наши грехи, но Он говорит нам, не угощайте Дух Святой. Не угощайте. Мне очень хотелось, чтобы мы проявили послушание. Я вот так говорю и внутренне сейчас молюсь, чтобы вы поняли мою ситуацию. Думаю, как же мне правильно поступить? Я сделаю так, как мне сейчас Господь ложит на сердце. Я хотел спросить. Вы знаете, иногда это важно. Иногда это важно. Ну, представьте себе, сейчас бы все хотели помолиться, а у вас скоро второй потоп на узле. Как мы это сделаем? Я сам не знаю. Я хотел предложить. Если действительно Дух Святой касается вашего сердца, и вы что-то хотите поправить, вам нужна помощь. Вы хотели бы сами помолиться, вы хотели бы, чтобы церковь за вас помолилась, чтобы братья за вас помолились. Я хотел предложить, чтобы вы просто тихо встали там, где вы есть, на вашем месте, и вас увидят ваши братья и сестры. Не стыдитесь. Это не стыдно. Стыдно промолчать. А когда мы хотим обновить свое сердце, и когда мы понимаем, что Господь нас обнаружил, и мы хотим по-другому, и мы хотим как бы своим вставанием сказать, поддержите меня, помолите за меня. И я люблю Бога. Но не все правильно. Я хочу жить по-другому. Я хочу быть действительно человеком, которым Бог будет пользоваться. Я хочу, чтобы вот то, что мы сейчас слышали, проявлялось в моей жизни. И потом мы просто помолимся друг за друга.